так друзья мои рязани и другие пострадавшие от выкупа земли от частной собственности так скажем мой дом наш дом стоит на частной земле и проводится опрос хотим ли мы выкупить землю ну это лавочка прямо ждет попочки инвесторов из богатых стран я поставил подпись том что я согласен значит что такое ригово waterfront куча комментариев нет людей только я остался пока что 4 за и один против но учитывая то что денег у народа как бы нет они будут выкупать землю в принудительном порядке друзья мои сегодня у вас есть исключительная возможность увидеть откуда пишется большинство комментариев хейтеров на моем канале смотрите какое здание у них тут красивая от бухан рига с психиатриесу наркологи хейтеры привет выходите какая тут красота все они хейтеры мак цветет айма нет не опасно мне кажется что это опасно для хейтеров еще напьются на курица еще николаем николаем или александром не помню каким царем русским николаем старый корпус я приехал навестить своих навестить своих друзей в будочки тут сидят на прогулочке youtube чик вы посмотрите за хейтят мои комментарии смотрите как выглядит мой бывший район и сталинки благородные все ухоженный приехал в родные места так сказать спокойно вообще людей не там как что у меня там в деревне что здесь заполнить бумаги а фигурочки нету с собой иду покупать ручку в максимум надеюсь своих этих бомжей хейтеров не встречу сейчас меня еще от тарабанит а я вам в розовеньком сегодня тут хожу так что за документы что за документы хотят чтобы я подписал мой дом наш дом стоит на частной земле и проводится опрос хотим ли мы выкупить землю я конечно не хочу ее выкупать но так как она просто начнет очень сильно подниматься в цене с 1 января 25 года и уже была статья что подниматься она будет так сильно что даже первые три года стоимость аренды земли не может типа там повышаться на 30 процентов для жителей а уже там в двадцать девятом или 28 типа платите по полной стоимости а у нас центр здесь всегда очень дорогая земля как я сливаюсь с максимум оказывается в максимуме даже не продают ручки но там такой классный кассир кирилл могу это вам надо на какую ну да надо мне дал жил ручку спасибо поблагодарили меня за мой вид что я хорошо выгляжу что же делать надо стараться короче я поставил подпись о том что я согласен выкупать землю сколько растрат мне но мы подсчитывали примерно за мою квартиру там где-то пять-шесть тысяч может быть больше чуть-чуть под нашим домом женщина которая владеет этой землей она не является наследницей потому что так случилось что одни и жильцы в нашем доме но она уже умерла эта женщина но она знала хозяевов этого дома сам стоял такой примерно такой дом семья до плюс там была территория ну наверное если так вот показать то наверное вот этот вот отреновированный сейчас вам покажу вот как вот этот там дом был и земля ну потом когда пришли советы понятно что это все нациализировалась вот семья это скорее всего что где-то пропала назовем это так далеких сибирских просторах ну а потом вот вернулись землю но как это женщина получила эту землю там никто не знает оля на купила то ли знаете там столько историй вообще было с этой землей с реституции так что вот так вот друзья мои история знает разные примеры так ну что соседи пока что четыре за и один против из сколько у нас 12 а приняли новый закон все теперь не надо 50 процентов согласных плюс один голос то есть на первом голосование 50 процентов если не набирается да то во втором собрании достаточно 30 процентов плюс один голос 30 процентов у нас всегда наберется поэтому поэтому я думаю что остальные будут выкупать землю в принудительном порядке смотрите гостишка переделана уже там наверно такие шикарные партнер там был ресторан раньше там сейчас наверно будут шикарные какие-то апартаменты на самый последний этаж там красиво очень вид кстати да на дауговом пардауговом там практически вся рига видно и какую большую площадку забомбили детскую как детям детям там расти там такие маленькие квартиры вы просто но переделанные гостиничные номера обставлять малюсенькие цены вообще просто жесть жесть то есть это же не построенное здание на просто внутри переделан даже снаружи ничего не переделывали вставлять цены просто космос космос я не знаю кто здесь будет покупать к не знаю какая-то ностальгия прямо сегодня давайте проедемся по местам боевой салавы выше заедем что там шлессер хотел построить на в рига ватер фронт посмотрим может быть есть что-то интересно бывший торговый порт смотрите как тетрис разноцветный день такой очень никакой до андрей усовский мостик у кого мостик молсик 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 скучаю ли я по центру скучаю немножко да да как-то жизнь так протекает вне меня я хочу как-то я должен был социальной жизни завод будут сносить напишите мне что здесь раньше был я не знаю что здесь раньше бы сейчас тут и волейбольная ассоциация латвийская и кроссфит здесь не помню рассказывали им историю но сейчас очень много людей на канале я расскажу что когда-то я вот не устроился сюда вот работать вот вот в эти два окна здесь какая-то фирмочка находится они по-моему полами занимались да ну а работали в скандинавии им нужен был человек со снаем шведского языка и тогда не помню тогда работал не работал мне тогда то ли работа мне надоело то ли я был безработным я искал работа я так написал как бы серии мотослал вот но им больше нужен был такой как прораб ну желательно со шведским языком чем шведский язык но прораб да у меня не взяли то что они решили что я свои розовые курточки не совсем вольюсь в дружный мужской коллектив на строителей у кладальщиков полов и прям сделали мне тут хотелось работать здесь можно взять в аренду уазики бусики такие машинки кататься по риге по городу в костики такие проходит такие прикольные пока видите японская тут молодцы живут понимаете они собирают еще то их как длинная это будет наверное лимузин живуль лимузин посмотрите прикольно это вандер сало сало по латышски это остров а я сейчас нахожусь на андре сало петер сало раньше это был когда-то остров потом уже не остров сейчас да а вандер это чудо чудо-остров чудо-остров жить на нем легко и просто чудо-остров 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 наше счастье постоянно лобода тут поет свои песни вот здесь проходят такие мероприятия сохранилась историческая дорога этих картинок тут не было это апельсин вырывающийся стену злой волк с мухоморами смотрите чё нарисовали уникорн но это хорошо ладно уникор здесь китайский дракон вот это вот здание она принадлежала государству там и квартиры и бюро но его продали недавно за миллион 300 по моему рига ватер франк кстати историческая яма которая здесь 20 лет просуществовала носки заделалась представляете вот молодцы молодцы значит что такое рига ватер фронт вот всю эту территорию которую я сейчас объехал ей владеет местный наш олигарх шлессер который не пригласил на открытие меня самого популярного рижского блогера ютюбовская 300 тысяч просмотров в месяц на youtube меня не пригласили ну и пошли куда-то вот эта вся территория ему принадлежит это бывший пассажирский терминал сюда кораблики приезжали приходили вот и всю эту всю эту территорию хочет выкупить очень-очень богатый девелопер из объединенных арабских эмиратов какая-то кафешка на рига ватер фронт все то есть можно сказать уже сейчас стопроцентно что корабли в нашу гавань заходить не будут это рига ватер фронт теперь будет но сделали очень красиво конечно было так все раздолбан сейчас очень красиво ой велосипеды можно взять на прокат наверно ну и решили тут строить много жилья на 30 тысяч семей 30 тысяч квартир плюс офисы конечно это будет выглядеть как красота хотя видите недоработка недоработка на ватер фронте я что-то такая оценяешь везде грязь найду понимаете что-то везде видите муз а за ней потайна может это для ресайклинга туда надо эти пластмассу а сюда что-то другое ну это лавочка прямо ждет попочки инвесторов из богатых стран мне кажется таких лавок то какие-то нанотехнологии аж прямо офигел лагеришка то я офигел сразу что тут написано x 3 x 3 x то есть выносливая для наружу ну красиво красиво но не скажешь ничего я свой папусью тут тоже примощу посмотреть на ватерфронт но я этому очень рад потому что недвижка конечно вырастет цене тут нереально на ли кто рядом с рига ватерфронтом а вот цветочки я бы с одной стороны в цвет латышского флага бы высадил а с другой в честь объединенных арабских эмиратов чтобы было так скажем зазывающе для гостей иностранных хорошая идея вот я плохих идей не предлагаю никогда они бы сразу там все бы сделали чисто на подсознательном уровне бы сработало очень красиво отремонтировали это здание ну а тут начинается полный трэш контент а уже завесили даже уже видите завесили короче этот мост вантовый это вообще просто такой трэш хорошо что завесили там уже падало просто это кошмар как раз прохожу мимо вот этого вот места алту что он все расскажу про эту землю вы тоже поделитесь своими комментариями я думаю что тема выкупа земли сейчас будет очень много актуально рижаном в особенности что поделитесь моем видео обязательно буду вам только благодарен недавно на последнем тоже там был базар дом доме с котиками милая рижанка подкармливает котиков так друзья мои резания и другие пострадавшие от выкупа земли от частной собственности так скажем не будем углубляться в исторический ракурс как это все получилось ну как бы так получилось что латвия оказалась единственной страной где дома отдельно земля отдельно разные владельцы вот ну и как я уже сказал что вот мой дом где моя первая квартира у нас частная земля долго там все это ну те кто не из латвии так чтобы рассказать что надо платить за то что твой дом стоит на частной земле надо платить арендную плату долго там были разные дискуссии потом как-то пришли к тому что по 4 процента от кадастровой стоимости но сейчас это опять что-то обменили потому что тут признал это незаконным что ограничивается таким образом ну ладно вот ну и теперь мы столкнулись с другой более серьезной проблемой потому что за 2015 2015-2025 года простите поднимается кадастровая стоимость постепенно но вот участочек где стоит мой дом он на данный момент его стоимость 230-240 тысяч евро ну кадастровая стоимость должна подняться где-то примерно может быть в 2 раза да это в лучшем случае если не в 3 она поднимется но сами считайте если сейчас в месяц за квартиру надо платить где-то 15 евро да сами понимаете это сейчас уже 15 а раньше мы платили больше потому что как бы весь кусок он делится да на жителей пропорционально потом мы признали что есть кусок который мы не используем короче там эпопея жуткая конечно ладно сейчас не обед вот что я не могу понять может быть вы мне кто-то можете объяснить значит вот сейчас мы проходили под этим зданием аутом это такая государственность типа государственный банк который ну это не совсем банк но ну куда гособлигации как госбанк какой-то да который предлагает там дает гранты на какой-то кредиты на бизнес на что-то еще поддерживает молодые семь если у них нету первоначального взноса вот на квартиру там можно получить и так далее и что придумал правительство она сказала что теперь но типа давайте все они хотят покончить с этим раздельными собственностью земля отдельно дома отдельно и они хотят чтобы все значит под шумок выкупили землю под своим дома ну типа как бы я понимаю что когда-то эту историю надо закончить но я только не понимаю как ее решили закончить и чем это все закончится я тоже как-то не очень сильно представляю потому что ну вот к примеру возьмем мой дом у нас там сколько 30 чем-то владельцев квартир из которых есть пенсионеры ну кто-то очень такой вот там не знаю кто очень бедненький кто-то живет да ну есть кто вы побогаче предприниматели есть кто ездит там на порше ну разная публика так скажем ну и к примеру конечно я всегда привожу примеры все на 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 себе на вашем любимом блоге поэтому лайк комментарий и обязательно подписывайтесь и делитесь этим видео ну вот мой моя доля этой земли под моей квартирой 50 квадратных метров она обойдется мне где-то в 5-6 тысяч евро если я еще если мы купим в этом году по этой кадастровой стоимости на принят закон был правительством что собственных земли ничего не может сделать то есть у нас есть право первой руки вот мы говорим мы хотим купить сделка совершается да и все это хорошо но учитывая то что денег у народа как бы нет то очень как-то мне вот это вот логика не совсем понятно а где деньги взять и понятно что дали возможность брать кредиты но вот в этот ауту то есть в господдержку можно обратиться только но это как я разъяснение слушай если ты обращаешься сначала в приватный банк обычный и он тебе отказывает только потом можно обратиться в ауту но интересно надо пройти все банки либо достаточно одного банка вот мой пример у нас на каждого есть дело в нацбанке там на каждого есть кредитный лимит да и например у меня этот кредитный лимит он уже практически исчерпан потому что у меня две квартиры мне две ипотеки и в принципе мне уже на землю да ну вот у меня нету пять тысяч сейчас евро купить землю да ну нет значит мне нужен кредит я пойду в свой банк они мне скажут ну слушай феликс ну как бы уже все нужно мы тебе больше брать дать не можем я бог и и тогда я что я пойду этот алтум просить а для них какая разница я тоже как бы тоже человек так скажем под временем кредитным но это моя история а например эти пенсионеры там с пенсии своей маленькой кто в разных со своя там ситуация например да привет куда им идти ну если там кого-то пенсия например там 300 евро они там живут на помощь своих детей работающих за границей кто даст какой кредит какой алтум какой ну приватный банк понятно сразу там пошел лесом да там никто ничего не даст а алтуму с чего давать я вот я вот это вот как-то фишки я вообще не могу пронять но я вас конечно буду держать в курсе потому что машина уже запущена и конечно мы в своем доме хотим выкупить землю сейчас в этом году потому что нам надо успеть купить ее за ту кадастровую стоимость которая действительно сейчас когда строить стоимость в латвии обновляется на 1 января каждого года и со следующего года она уже повышается до будет там пока что две но со временем она как-то выравнивается будет одна и так далее и она будет намного дороже поэтому надо успеть сейчас и очень разные ситуации потому что там например есть супер многоквартирные дома советские до панельки которые стоят на на каком-нибудь маленьком кусочке земли там каждая квартирка платит может быть по 3 евро в месяц до и им выкупать эту землю вообще невыгодно им даже если поднимется эта стоимость там ну до 9 но до 15 евро это не такие большие деньги да так скажем в месяц платить чем тебе там надо что-то выплатить сразу и были примеры я считал в интернете про булдуре в юрмале ну юрмала там понимать какие цены на землю да и там например плата за землю может вырасти ну просто какие космические деньги там если сейчас она там ее можно выкупить там условно за 15000 то потом там через три года она уже будет 75 стоит для квартиры я думаю а что там тоже вот так вот можно просто взять и пойти там а ну дайте нам 15000 15000 много денег вообще-то да не каждому еще дадут но это тоже не вот но это просто не имеет никакой логики например как и эта семья там сможет оплачивать эту землю если она будет там стоить 75 тысяч короче для меня это пока что какой-то такой взрыв мозга но интересно и вот интересно а что будут делать эти соседи которые не хотят выкупать землю то есть мы их принудительно заставим выкупать их можно вообще заставить принудительно покупать я не знаю потому что мы каждый мы же раздельная собственность у каждого нас никакого объединения нету в доме да то есть я фактически могу сам пойти к хозяйке земли сказать дорогая вот мне там принадлежит там два метра да вот я сейчас давай я выкупаю а остальные меня не волнули они же тоже так могут сказать не хотим нам не надо мы будем продолжать платить типа там арендную плату короче просто какой-то трындец этой землей с этими законами натворили делов раньше на принимали законов вот тебе расклёбываю закон обратной силы не имеет но человек который придумал закон он наложил на себя руки и смотрит на это все надо туда оттуда отработал свою карму кому актуальна эта тема что у вас в комментариях не забывайте поделиться этим будет интересно я вас конечно буду держать в курсе события знаете я все рассказываю что происходит в жизни и все до мельчайших подробностей вам буду повествовать поэтому если вам интересно то конечно же буду рад вас видеть своих подписчиков ну а я поеду уже домой из пустого старого город сейчас куча комментариев будет где люди нет людей только я остался но это что и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!